Строящиеся объекты не отвечают требованиям. Качество, мягко говоря, хромает, да и сами проекты порой неудобны для жителей многоэтажек. О единой концепции при строительстве и эстетике при возведении и благоустройстве жилья говорит глава региона. Далеко ходить не надо. В микровине Нурсати фасадная часть многоэтажек желает оставлять лучшего. Штукатурка во многих местах упала. Отсутствуют паркинги, дворы заставлены машинами. Когда разрабатывают проектно-сметную документацию и строят дома, необходимо учитывать интересы жителей. Для кого мы строим? Дом только сдали, стены трескаются с крыши, течет, штукатурка вся сыпется. Так нельзя строить. Не нужно гоняться за количеством, нужно качественно строить, чтобы после не приходилось деньги тратить на его ремонт и обновление. Который год о недобросовестном строительстве твердят жители новых квартир в микрорайоне Нурсат. В основном это жилье ипотечное, а потому выплачивать много лет за квартиры, которые сыпятся уже в первый год после заселения. Люди не хотят. Я спала в этой комнате. Примерно в пять часов утра я проснулась от странного хлопка, как будто петарда возле кровати взорвалась. На меня даже штукатурка посыпалась. Я включила свет и обомлела. В стене образовались большие трещины. Чтобы быть достойным звания третьего мегаполиса, необходимо снести в Шимкенте и старые дома возле Кошкараты. У главы областного центра уже готова концепция развития микрорайонов Коксай-1 и 2. После подворного обхода и по данным БТИ необходимо в зеленой балке снести 420 домов, освобождается 29 гектаров земли. На финансирование инвесторов будут построены многоэтажные дома. На очереди на жилье в городе Шимкенте стоит 30 тысяч граждан. Если будем чётко следовать программе «Нурлыжол» – «Нурлыжер», то уже через 5-6 лет мы обеспечим очередников жильём. Вопрос жилья важен как для граждан, так и для местной власти. Основная ответственность за соблюдение качества строительства сегодня возложена на газ. Специалисты требуют, чтобы контроль за подрядными организациями и заказчиками был усилен в разы. Сейчас стало обыденным, что подрядчики используют в строительстве некачественные материалы, используют дешёвые материалы. Но ведь есть контролирующие органы, эксперты и лаборатории, проверяющие качество применяемых материалов. Обеспечение южан доступным жильём производится сегодня по программе «Нурлыжер» по пяти основным направлениям. Повышение доступности ипотечного кредитования, стимулирование строительства жилья частными застройщиками, строительство кредитного жилья через систему жил-стройсбережения, создание фонда арендного жилья и развитие индивидуального жилищного строительства. В прошлом году были сданы в эксплуатацию 131 жилых домов за счёт государственного бюджета 84 дома, за средства национальных компаний 140 квартир и за счёт частных инвестиций 13 домов – это 586 квартир. В 2017 году планируется сдача 113 жилых домов – это ещё около 6 тысяч квартир. Прежде чем приступить к строительству, необходимо обратить внимание на разработку ПСД. Не секрет, что в утверждённую проектно-сметную документацию спешно вносят корректировки. Чтобы не было таких случаев, Аким области дал поручение создать рабочую комиссию. Глава региона строго наказал городским и районным Акимам. Если фасады домов и модные ограждения в виде заборов не будут иметь эстетический вид, то чиновникам придётся распрощаться со своими должностями. Шанар Уоразова, Амантай Ульбеков, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».